Конечно, у Таиланда свои шансы ещё будут, я думаю, получить очки, но это будет подпорно. Сейчас, конечно, спорная Канада должна выиграть. Причём как можно крупнее, с большим счётом, потому что если я это не сделаю сейчас, то я просто не смогу. Как-то просто ходить на место, охотно брать 4 очка, в принципе, это уже не так, а потом уменьшим так. Аутсайдер меня... Аутсайдер у нас от трёх нагуляет. Тренигат выиграл, он остался аутсайдер. Ну, Канада должна сегодня выиграть. Ну, посмотрим, что там ещё будет в зоне вылета. Понятно, что, по-моему, Таиланда и Таиланда будут выглядать там вот что. Или будут худшими сборными, и это справедливо. Ну, посмотрим. Первый атак у Таиланда будет. Сфера ворота. 28 попущено у Таиланда, если вы тебе даже поверите в него. В каждом матче получают пачку. Только Босния более-менее достойно сыграла 2-0. А так... Такого бы сборная не была, если ворота Таиланда забивает. Столько, что даже говорить об этом страшно. Ну, думаю, канадцы очень спокойно действуют, без особого напряжения. Это, конечно, очень важно в этой ситуации. Ну, Таиланда... Затембурный Таиланда вообще подарили им тут мяч. Здесь бы передача, конечно, лучше бы. Ну, ладно, уже что говорить. Пока Таилан держится, это тоже важно. Но Канада, она и так должна его забивать. Вроде нападать углового не ошиблись. Сыграли как профессиональная сборная. И даже убежали в контратаку. Ну-ка... А так, конечно, не забить. Но момент был. Если сейчас Канада проиграет, то, конечно... Сыграли с ним на простым уровень. Аблин. Годаря сборная Таиланда, в основном, другие времена. «Борная Канада». Попустится. Пока еще такая вероятность есть пустяная. Ставится близко к нулю. На момент-то был здесь у Таиланда. Да и как-то четырех нападающих тут сборной Канады не видно пока. Ну, только что сборная тренингада показала, как можно выигрывать тогда, когда мало кто ожидает. Так что почему бы сборная Таиланда не повторить успех там? Ну, по крайней мере, Канадцы, когда идет об обороне, они стараются делать все профессионально. То есть, особо не лезть и думать о защите на этот момент, а вот когда идут в атаку, уже атаковать. Ну, это по науке все, конечно. Это так любая сборная бы делала базовые правила этой игры. Но вот убирал Стофу. В принципе, Стофу дала сборной Канады кроме вот этих бесконечных угловых, с которых они ничего сделать не могут. Они бьют, но все время с заседника. А у Таиланда очень острые контратаки, потому что у Канады расстановка, она атакующая. Просто Таиланд настолько слаб, что он забить не может. Ну, поэтому, в общем-то, такую бы выбрали Канадцы. Они бы другую бы не выбрали, если бы это было... В какую бы расстановку они бы не играли, если бы это был не Таиланд, а какая-то серьезная сборная. Это тоже понятно. Вот, но все равно. Почему они забить-то не могут уже столько времени? Ну, забивает это быстро. Берсутский. Уже ближе к концовке тайма. Ну что, 1-0. 1-0 заборная Канада. Сборная Канада умеет отвечать в обороне, несмотря на то, что много пропустила. Так, Канада тоже много пропустила, с этим невозможно, конечно, поспорить. Хорится. Нан-он. Ну, здесь Канадцы профессионально сыграли. Когда забивал Бусатерри и... Ну вот, все. Похоже, что... Заработает сейчас машинка, забьют они какое-то количество, конечно, я не знаю, может быть, они не так много забьют, как бы хотелось им же, но собьют сколько-нибудь. Бурму за ладу очень слабо, и если даже играя за нее, в общем-то, не получается выбрать у меня, то что ждать от матча, когда против. Ну, все, Канада сделала. Единственное говоря, хочется надеяться, что таких матчей, как Боливия, Украина и Австралия, Венесуэла больше здесь не будет никогда. Выводы нужны, я смогу что-то сделаю из матчей, чтобы не проигрывать. Это было бы просто на сторону. Пока Канада сейчас не будет, я думаю, особенно бежать вперед, затем ей это надо. Так будут играть. Им, где еще и до желтых можно играть по возможности, чтобы не заработать новые дисквалификации, потому что тот человек, которого Дисквалифицировали вон разливый состав, то не бросок. Им же играть и еще потом с более серьезными соперниками, а желтые-то у них есть, и затем их получать. Ну, по крайней мере, здесь столько канадцев в атаке, столько, если особо проблем не возникает с тем, чтобы забить. Дисквалифицировать. 3-0. Причем все три гола забито разными людьми оказались у сборной Канады. Сборная Канады на своем поле сумела совершить действительно большой подвиг. Ну, и будем надеяться на то, что лучше, там, в принципе, хиперажность улетели. Ну, в положении будет другое. Ну, Таиланда уже 31 пропущены, и я думал, что будет больше. Теперь, под сомнением, может, все это не может. Ладно, сборная Канады, конечно, довольна. Сборная Канады, конечно, довольна. Сборная Канады, конечно, довольна. И я доволен вместе с сборной Канады. Ну, вот эта игра, она, пожалуй, смогла с ней отстраивать, да. Вот эта игра была у меня. Прежде всего, конечно, матч сборной Тринидада. Не надо отдохнуть на вообще сборной Тринидада. Сыграли, конечно, от души. И совершили невозможное. Если я еще не пропущу в двух этих матчах, Канада, Таиланд и Тринидад Камерун совсем будут идеальны. Давай! Давай! Ну что? Довольны, конечно, болельщики. Давай! Верно! Давай! Довольны,ữa! Давай! 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 Тринд и – это баксик! Давай! На. Давай! Ну что, Ганда забивает второй гол, сборная Канада улучшает ранний комитет себе, а сборная Таиланда окончательно проваливается, получая пятое поражение в пяти матчах, как и сборная Узбекистана. Ну что, понятно, какие сборные вот здесь лучшие, имена аутсайдеров уже известны. Узбекистан и Таиланд, только два их. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал 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 DimaTorzok. Чем жёлтая карточка в условиях, когда такие опасные соперники впереди. И опять никто не был круто синговар. Тут так сумели вроде отобрать. Трибуны поддерживают канадцы, ну, они даже если теряют место, тут же идут во сбор и его отбирают. Настолько безданно играет сборная Таиланда, что это даже представить нельзя. Даже для меня это сок. Ну, в общем, я говорю, 8.09.0 говорили, что будет. Все-таки 10, но говорили, что это много. Ну, вот, по этому как раз и идут. Ну, здесь все очень просто. Сборная Таиланда остается... Улыбнулась немного, что сейчас за Таиланда, потому что на рекаха забивается Таиланд. Это третий гол для сборной Таиланда, и... Все тут, все-все-все посмеялись над этой ситуацией. Ну, уже начинают переживать играть из сборной Канады, потому что пропустили гол. И, естественно, первая реакция, она... Как-то вот такая. Ну, мне кажется, не стоит так вести себя с полу, при том, что мы думали, что надо. Да, Таиланд выступил лучше немножко, чем от него ожидали. Не стоит от него являться. Так... Залетел и уже совсем поражение будет смотрелось так печально для сборной Тайланды всего-то минус пять Но, по количеству пропущенных все равно уже Тайланд будет худшим Эти забитые голы, они ему ничего не дают уже в большом счету, потому что команда пропускает столько, что... Номер 22 Что-то толпу, я уже Голы Номф Ну, этот вариант плохой, этот тонкий, вот этот самый оптимальный, так должна полететь по дате, она должна быть довольно сильной, нет, всё-таки, на этот раз я не рассчитал силу, она по мягче надо было. Самая сложная здесь рассчитать силу всё-таки, да, на сборной канаде не стоит сейчас сильно бежать вперёд, а то она пропустит второй, как пик, да, плохо стали играть, уже давно не ладится. Та игра, от которого сдут команда, и нужно либо замены какие-то проводить, либо перестать так убрать. Ну, Ганда всё-таки получил такую карточку. Да, не удалось сборной канаде, конечно, как плюс совсем. Много митья отыграть и даст Таиланд какой-то отрезок, смог выиграть 1-0. Ну, наверное, это бесутски забивает сейчас. Наверное, вот этого гола хотела на сборной канаде, чтобы последний фолган Таиландом не оставалось. Ну, здесь, конечно, вратарь Жасиклик сделал большую свинью для сборной Таиланда, нельзя было. Ну что, в общем, скажу прямо, что в целом близки оказались те прогнозисты, которые говорили, что 8-0-9-0, но получилось 8-1, правда. Ну, что это изменит? Добавлено будет полторы минуты всего, не так много. Бывалый бой добавлялась. Ну, здесь всё-таки Таиланд, он в игре держал, поэтому... Улучилось вот что-то улучилось. Честно говоря, хочется поменять мне десятого мальчика в желтую карту. А то... Ничего доброго умудриться. Хлопотать красную, что тогда начнем делать? Хлопотать красную, что тогда начнем делать? Выpfотать красную или сом日本 Californию. Я продолжаю. На вот планы Sabbath. На вот планы скором сомнение утра, наконец-то и сомнение едет. Да, в общем, надо сказать, что не сказал бы я, что отчувствовалось, что у Канады два защитника и четыре полу-защитников и нападающих. Все-таки ожидал я, конечно, куда более от сборной Канады зрелой игры. Не получилось. Так что, как видите, сборная Таиланда оказалась очень даже неплохой. С довольно крепкой сборной и, честно говоря, сборная Канады остается только посочувствовать. Конечно, плюс шесть – это не та разница, какого им бы хотелось бы здесь отыграть. Но сборная Таиланда уже в самой концовке настолько хорошо тут заиграла, что мне кажется, что вполне понятно, вполне понятное желание, может быть, даже где-то и поскорее закончить у сборной Канады. Потому что хорошо сейчас спорта стали играть, ребята, из Таиланда. Так они раньше не играли. Немного с темного кризиса. Ого вот и у нас есть мисток. 8-2, конечно. Олег, как победу, у него вот это было за место в итоге. 36-го напущено из Таиланда. Девушки отдыхают. Причем в основном Десуцк и Ганда. Это кто исключительно на зону вылета влияет. Это встреча сборная Канады. Забивает на данный момент 15 голов, пропускает 26, то есть пропускает очень много. Ну и забивает достаточно. Ну, это минус 11, но это, конечно, положение весель намного хуже, чем у Албании. Конечно, им нужно было забивать, чтобы повыше подняться, но не получилось. То есть пропустили. Поднялись только на 86 место. Ну, зато, ой, на 76 место только поднялись, но, по крайней мере, ну, Кубу опередили, но... Больше никого из тех, у кого есть 4 очка, поэтому пока им... Ну, главное, что в Албании. Вот у них уже по 5 игр, все закончилось, одинаковые показатели. И в Канаде хуже, конечно, они намного. Причем забиты-то много, но пропущено. Ну и сборная Таиланда. 5 поражений в 5 матчах, 4 головы забиты, 5, 6, пропущено. С одной стороны, может показаться, что этот хел как-то просто, потому что... Ну, на, с одной стороны, да, с другой. Ну, смотрите. Таблицу. Лилеры здесь не поменялись. Все нормально, все то самое, потому что играли у Сайдера. Это эти матча 2. Отразовали влияние только на последних четверть таблицы. Команды Испании. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...